добрый добрый день друзья дорогие мы сейчас будем смотреть город про который вы точно слышали вы слышали что в нем всегда полночь тот самый петропавловск камчатский да столица камчатского края вы скажете где же город но мне кажется самое правильное как раз начинать с ним знакомство вот отсюда из овачинской бухты небольшой посмотрите мыс завойка там где-то впереди домашние вулканы сейчас к сожалению за небольшим туманом и вот она гигантская совершенно овачинская бухта почти 20 километров ширину на почти 20 километров в длину затянуло уже немножко тихий океан во время нашей прогулки на катере когда мы сейчас и рыбу ловили и уху варили пока была расчудесная сейчас немножечко видите берега и сам выход в океан немножко затянуло туманом но это не помешает нам с вами увидеть и сам город друзья вот он впереди и посмотрите подходим то мы с вами к нему как раз как полагается как и собственно говоря морской столице предписано подходим с моря а точнее с океана нет больше города в россии который стоял бы просто на берегу океана вот практически сразу вот она овачинская бухта и сразу выход в тихий самый большой самый глубокий океан на планете почти три века назад экспедиция витуса беринга уже вторая подсчетов как раз таки искала где же можно будет перезимовать здешних краях елагин тридцать девятом году здесь оказался а уже сам беринг и чириков на двух пакет ботов один назывался святой апостол петр а другой святой апостол павел вот они придут сюда в октябре 1740 с этого года как раз город и ведет свою официальную историю хотя конечно были здесь и коренные жители и до сих пор есть несколько фотографических парков неподалеку от петропавловска которые рассказывают об их быте об их традициях об их нравах были здесь и русские казаки еще самом начале века 18 но официально именно командора витуса беринга считают основателем города и очень такой знаете благородный правильный интересный памятник виду суберингу есть как раз городе я мало обязательно покажу город вытянулся вдоль бухты но считается официально километров 15 пока его не очень-то видно за мыс за этот нам нужно зайти но вон там впереди уже появляются строение и главное вулканы пятерку вулканов рассмотреть можно просто с центральных улиц и площадей петропавловска какие-то просто отличный вариант для того чтобы на выходной просто съездить чуть подняться подышать свежим воздухом какие-то вулканы петропавловцы видят просто из окон своей кухни только представьте три вулкана находится на герве камчатского края сейчас отличная погода и петропавловск-камчатский вообще-то южнее москвы и на широте самары но тут бывает прохладно есть действительно такая плюс минус там 5 градусов держится чуть ли не круглый год и лето считанные пару недель нам повезло погода сегодня восхитительная город вот там впереди потихонечку открывается вы видите из-за мыса и с петропавловском камчатским мы будем с вами сегодня знакомиться чуть по нему погуляем видите как погода переменчивая здесь в авачинской мухте петропавловска камчатского подходим ближе и уже хорошо виден город и практически нет тумана появляется посмотрите один из домашних вулканов корякский как здорово смотрится ну и конечно вот они уже городские постройки жилые дома обращенные к океану петропавловск был всегда городом мореплавателей конечно в том числе и городом рыбаков вот посмотрите здесь в спаджилетах на резиновые лодки добывают краба да краболовки видимо были поставлены заранее и вот сейчас там явно с добычей рыбаки вернутся в порт мореплавателей повторюсь петропавловск камчатский видел немало за свою историю первыми иностранными кораблями которые зашли в его гавань были британские resolution discovery 3 кругосветной экспедиции джеймса кука к сожалению тот того момента уже погиб на гавайях и тем не менее тоже памятник джеймсу куку можно найти в городе а потом в конце 80-х сюда зайдут корабли французской кругосветной экспедиции лаперруза лаперруз писал что он не мог вообще представить что такой теплый прием нему здесь будет оказан на камчатке потом помните пропадет этой экспедиции даже людок 16 который шел на эшафот ну это так по крайней мере есть такая байка спросил у палача не слышно ли чего от лаперуза вот вот так лаперуз здесь тоже тоже бывал не только с добрыми намерениями сюда заходили иностранные корабли в том числе и крымская война середины пятидесятых годов века 19 и англо-французская эскадра будет город штурмовать город тогда был маленький гарнизон был там более около 300 человек 7 пушек всего-навсего но тем не менее зашли два военных корабля с них сняли орудие город отстояли совершенно кем-то невозможным образом командор тогда английской эскадры покончил жизнь самоубийством не вынося того позора что большущий флот не мог взять город на город действительно находится очень посмотрите таком защищенном и от врага и от ветров вместе вот уже как раз виден порт и атомная электростанция потихонечку сюда винте перевожу камеру здесь мы будем швартовать наш катер а вот здесь у подножия вулканов как раз и находится сам город который вытянулся почти на 15 километров вдоль той самой овачинской губой какой-то яркой архитектуры петропавловске может быть и немного но ощущение океана ощущение того что ты на краю света ощущение того вот этого морского океанского воздуха пропитанного йодом оно совершенно потрясающе город который конечно звезд неба не хватал начале века 20 кто-то из шведской экспедиции его сравнил с поселком золотоискателей на аляске построенном на скорую руку город сыграл свою роль в второй мировой войне в сорок третьем здесь началось строительство нового порта морского как раз для прибывающих по ленд-лизу грузов и не хватало и складских помещений груз прямо на улицах пустырях вокруг города складывали и только после войны уже там 60-х начинает петропавловск камчатский превращаться в один из крупнейших городов дальнего востока и сегодня здесь стоит военная база тихоокеанского флота поэтому город велючинс который на другом берегу бухты находится он сегодня закрыт для туристов как раз у подножия вот того самого велючинского вулкана а петропавловск камчатский как раз таки открыт и с начала 21 века конечно на туризм рассчитывают здешние предприниматели и местные жители и конечно много кто приезжает сегодня сюда смотреть легендарную долину гейзеров кальдеру вулкана узон также конные походы морские прогулки сплавы рыбалка и так далее так далее так далее но и вулканы конечно что на козельский что на авачинский что на корякский можно подняться ну практически не покидая границ ну не то чтобы города но по крайней мере так не уезжая далеко от города мостовые корабли видите вы справа сейчас говорят что в районе 80 только представьте 80 кораблей разных судов и военного назначения и браконьерских суденышек находится здесь на дне бухты конечно не лучшим образом сказывается это на экологии говорят о том что их будут убирать ближайшее время ну и вот так с воды со стороны тихого океана как раз выглядит город он великолепен да может быть на его улицах не так много яркого но когда идешь океаном то предвкушаешь конечно с ним встречу и мне кажется что невозможно знакомиться с петропавловском камчатским без вот такой морской прогулки мы с вами с нее только начинаем морской прогулки Не самые, может быть, парадные и нарядные ворота города, но самые, что ни на есть, настоящие. Вот такая база для перепилки и перегрузки металлолома, а рядышком уже контейнерные терминалы. И вот настоящий, большущий, атомный, посмотрите, паром, северный морской путь называется. То есть портреписка у него Мурманск, только представьте. Мы сейчас на краю земли, в Камчатке, а он с другого края света, с Баренцова моря, пришел. Ходят они через Арктику. Это, конечно, сильно интересно. Ну и вот уже небольшой такой мор-вокзал Петропавловск-Камчатский. Написано там, правда, белыми буквами на сером фоне в центре экрана вашего прямо сейчас. Нет, с ним еще видно, просто поверьте. То есть мы с вами заканчиваем морскую прогулку и начинаем любоваться городом уже во время прогулки пешим. Итак, мор-вокзал мы оставляем позади. Вот там торчат его краны, вот туда поехал автобус, вниз по улочке. Имейте в виду, друзья, что когда вы идете гулять по Петропавловску-Камчатскому, вы все время идете либо вверх, либо вниз. Здесь в рамках города есть перепады до полукилометра, поэтому по прямой тут не пройти. Авачинская бухта, понятно, что никуда от нас не девается. Вот это территория порта. Тут какие-то морозильники, холодильники, опять же контейнерный терминал, угольный. Чуть страннее здесь вот такая небольшая бухта для швартовки всяких разных корабликов. А вот, собственно говоря, часть улицы Ленинской, по которой пойдем мы с вами, которая превратилась вот в такую прогулочную зону с инсталляциями относительно недавно. Вот буквально меньше года. Бульвару этому, который называется бульваром 300-летия российского флота или аллеи флота. Вообще местные жители прозвали эту аллею Расчлененка, потому что здесь, в виде вот таких арт-объектов, куски разных морских животных. Хвост кита, там, клешня краба и прочее прочее. Улица Ленинская, не самая короткая, тянется вдоль как раз всего города. Вот так выглядят типичные дома, видите, жилые второй, третий этажи. И на первом этаже настоящий Киото. А вот там центральный дом книги, вы сейчас будете видеть. Ну и вот такие лавочки, причем так с фонарями, достаточно мило. За недолгую историю набережная, я повторюсь, ей всего лишь годик, уже полюбилась как раз у местных жителей. Есть где прогуляться, есть что посмотреть. Заметьте, как интересно сделана ограда металлическая, видя опять же сопок и курганов. Все логично. Мы с вами на Камчатке. И погода сегодня, вот, конечно, то, что точно радует. Погода роскошная, солнышко светит, ветра нет. Идем гулять. Отдельного внимания достойный транспорт Петропавловска-Камчатского. Видите, что почти все машины 41-го региона, это правый руль, по понятным причинам. И даже летом достаточно, видите, такая злая резина. Ну, по одной простой причине. Те, кто путешествуют по бездорожью, должны быть уверены, что своих туристов они вовремя привезут. Ну, и, собственно говоря, те, кто, видите, ездят по городу, тоже в основном ездят на правом руле. Поддержанный японский автопром очень даже неплохо чувствует себя на Камчатке. Ну, а что касается качества дорог, то в центре города они вот такие обыкновенные, средние, обычные. Там, где заканчивается город, там, по большому счету, заканчиваются на Камчатке и дороги. Знаете, когда у камчадалов спрашивают, правда, что у вас на Камчатке медведи по дорогам ходят, камчадалы отвечают, нет, неправда, дорог у нас нет. Аллея наша продолжается мемориалом, посвященным погибшим рыбакам. Смотрите, с 1938 года аж по 2010. Более того, интересно, здесь выбиты имена и фамилии моряков, рыбаков. Вот, в том числе и интернациональные были команды. Вот так. Говорят, сегодня в Петропавловске-Камчатском есть два таких святых праздника. Это день рыбака и день ВМФ, соответственно. Оба они приходятся на июль. Вот, тяжелый месяц для жизни города. А здесь вот такие щупальцы кальмара, посмотрите, торчат из земли. Отличное место, где можно полазить детям. Чуть дальше есть смотровая площадочка, на которую можно забраться и полюбоваться всего той же бухтой, которую мы с вами оставляем. Что мы и сделаем, естественно. И тут стоит, посмотрите, такой красавчик полярный. Вот, собственно говоря, приблизительно здесь. В свое время, почти три века назад, Витус Беринг и высадился на зимовку со своей командой. Ну, а вот тут вас встречают бронзовые щупальца настоящего камчатского краба. Посмотрите, как это здорово и необычно встретить в центре города. А вот там еще и плавники, косатки торчат из земли. Ну, по-своему, необычно, оригинально. Почему, спросите вы, я точно знаю, что это косатка, а не какое-либо другое животное. Да вот просто потому, что именно здесь ее голова и все. Тот же вертикально стоящий плавничок. Косаток обычно для всех научных съемок стараются как раз вот так, с левого борта, если хотите. Фотографирую, потому что наличие вот этих вот белых пятен в разных местах туловища находящихся. Это, знаете, такая же уникальная история, как опечатки пальцев у человека. И вот по ним как раз те, кто занимаются животными, разных косаток и различают. Косатка это у нас зубатый кит. То есть есть киты, которые просто питаются рыбой и сквозь тот самый китовый ус пропускают планктон. А есть те, которые просто-таки охотятся. Вот косатки это как раз охотники. Причем достаточно безжалостные, очень умные. И такие, знаете, которые могут обучаться, в том числе разным и новым видам охоты. А вот тут на противоположном берегу у нас небольшой дом дружбы, отделанный сайдингом. Наша расчудесная группа с нашим экскурсоводом Александром, которые гуляют по Петропавловску и наслаждаются хорошей погодой. Причем на удивление быстро мы справились вот с этим сувенирным магазином. Он вообще неплохой, большущий этносалон, шаман. Легко найти его по вот этой кукурузине, посмотрите. Небоскребов мало в городе по понятным сейсмопричинам. Но вот этот появился относительно недавно. И стоит он, собственно говоря, на том месте, где зарождался город. А вот тут печальное зрелище, старейшее здание Петропавловска-Камчатского. Постройки то ли 1909, то ли 1910 года сегодня вот в таком состоянии. После последнего пожара не восстановлено, разрушается. И что там будет, никто не знает. Дом одного из петропавловских купцов. В свое время то ли он сам, то ли его отец участвовал еще в героической обороне Петропавловска во время Крымской войны. Только представьте. Дом вот с такой историей. Из этой семьи будет как раз один из тех проводников, кто вместе с Татьяной Устиновой открыл долину гейзеров на Камчатке. Представляете? То есть настолько важное строение для города, но пока, к сожалению, в крайне плачевном состоянии. Мы же с вами сейчас будем переходить дорогу и огибать будем тот самый Дом Дружбы. Будем подниматься наверх. В двух шагах от той самой кукурузы, чуть поднявшейся от улицы Ленинской по лесенке, можно оказаться здесь во власти вот этих ароматов. Прекрасные цветы. Очень вкусно здесь пахнет, тем более на солнышке. И здесь же, друзья, наверное, главный памятник города. Памятник основателю Петропавловска. Памятник тому самому датчанину, который с 17 лет был на русской службе. Памятник Витасу Берингу. Это первый памятник на российском Дальнем Востоке. Он будет поставлен 200 лет назад. Правда, стоял чуть в другом месте. И несколько раз переезжал с места на место. И памятник очень лаконичен. Что-то вроде ствола пушки. И вот там, в цветке лотоса, ядро. Но самое главное, что да, помнят, видите, русские морские офицеры про Беринга. Потому что тогда, в 20-х годах века 19-го, ну, можно сказать, собирали деньги на то, чтобы вот этот памятник Петербурге заказать и привезти его сюда. Именно Витас Беринг будет главой первой камчатской экспедиции, которая исследовала побережья Камчатки и Чукотки. Именно тогда он открыл этот самый пролив между Азией и Северной Америкой, который я вам сейчас покажу. Пролив этот, конечно, еще Семен Дежнев в свое время находил. Вот он здесь, посмотрите. Но его назовут уже в веке 18-м по инициативе Джеймса Кука в честь как раз Витуса Беринга. Вот она, посмотрите, Россия, Америка. Два берега, по большому счету, одного пролива. А вот мы с вами здесь, как раз неподалеку к Мондорске острова, где Витуса Беринга не стало. А вот он, наш Петропавловск, Камчатский. И вот эта большущая рыбина полуострова. Памятник Витусу Берингу начинает такую аллею, что ли, памятников, коих совсем немало вдоль улицы Ленинской. Да, можно по большому счету и весь город посмотреть с улицы, особо никуда не сходя. Когда-то она называлась Большой и была чуть ли не единственной улицей города. Сегодня она, да, длинная вдоль бухты идет. И вот вдоль нее есть такие симпатичные зеленые зоны, тенечек, парки. И вот в том числе мы с вами спускаемся, чтобы оказаться у памятника еще одного мореплавателя. Которым вы тоже слышали, конечно, я имею в виду Лаперуза. Видите, сколько известных имен встречаются здесь, в Петропавловске, Камчатском. Жан-Фрунсал и Перус отправятся в конце века 18-го в здешние края. И исчезновение этой экспедиции будет очень долго будоражить умы. О чем мы с вами уже тоже говорили. Совершенно точно сюда на Перус заходил. Был как раз в Петропавловской бухте. И видите, вот этот памятник посвящен великому французскому мореплавателю. Который стоял чуть в стороне. Не здесь, но посмотрите с годом, когда экспедиция пропала с парусником. Памятник стоял чуть в другом месте, но сегодня, повторюсь, вот он является частью. Вот такой вот прогулочной зоны, зеленой зоны, в которой мы продолжаем нашу прогулку. Мы с вами идем дальше по Ленинской, в сторону центра города. И тут нас встречает вот такое гигантское совершенно сооружение с белоснежными колоннами, с гербом Советского Союза и развивающимся российским флагом. Это Камчатский краевой суд, друзья. А вот чуть дальше уже с красными флагами. Это Камчатское краевое отделение коммунистической парты. Вот так. И между этими двумя монстрами находится интересный гранитный обелиск на могиле английского мореплавателя Чарльза Кларка, который возглавил третью кругосветную экспедицию после гибели на Гавайских островах Джеймса Кука. И вот посмотрите, вот этот кусочек земли, буквально так 2 на 2 метра, является собственностью Объединенного Королевства Великобритании. Только представьте, действительно, вот этот памятник установлен будет английским Адмиралтейством в далеком 1914 году. Здесь можно рассмотреть, что вот именно капитан, посмотрите, Чарльз Кларк. Ну, видно, плохо вам остается мне только поверить. Они в апреле 79-го зашли в порт Петропавловской, чтобы пополнить запасы воды, продовольствия. И вроде как продолжили плавание уже летом, но не смогли пробиться через льды Берингового пролива. И Кларк, вернувшись сюда, погиб. Хотел быть похороненным в Паратунке. Это такой курортный город с термальными источниками, буквально там в 15-20 минутах езды от Петропавловска сегодня. Но священник той церкви посчитал, что он иностранец, иноверец, и ему в той земле лежать не положено. И он будет похоронен на окраине Петропавловска, а потом, собственно говоря, вот этот праг будет перенесен уже английским правительством морским относительно недавно, век назад. Мы с вами видим впереди еще и Мишинную Сопку. Она очень хорошо смотрится как раз в таком траверсе той самой улицы Ленинской. А сами будем переходить дорогу вот сюда, в сторону еще одного мемориала. И, собственно говоря, в сторону вот этой недавно построенной церкви. Тут хорошая такая симпатичная зеленая зона. И тоже возможность чуть передохнуть, если мало ли жара, как нас сегодня, застала вас в Петропавловске, Камчатском. Здесь, друзья, заметьте, только перешел дорогу и потом заметил местный Камчатский ГУМ. Городское и уютное место, так отель называется, и кафе-бар Советский, да, вот как раз под присмотром КПРФ. Тут же напротив, через дорогу деревянная церковь Александра Невского. Рядом идет строительство нового храма. И здесь небольшой сквер в памяти погибших советских воинов. Только посмотрите, в августе 45-го года война еще продолжалась. Японцы в том числе планировали десант в районе Хлактырского пляжа. И вот как раз случилось, случились те события, высадились на японских островах, которые мы сегодня называем Курильскими, как раз советские солдаты. И вот таким образом довершили победу. Посмотрите, вернувших родине Курильские острова. Все разговоры о том, кому сегодня эти острова принадлежат, всегда очень сложные для местных жителей. Вообще, так как-то изначально японцы больше жили вот на этих своих больших четырех островах, а там на Курилах жили айны, как раз скверное население. И вот русские казаки еще в 18 веке на своих лодочках переправлялись через моря, океаны, туда с ними как-то так поторговать. Вот так. Вот такой небольшой сквер. Идем дальше. Зелени, как вы видите, хватает. Тополиный пух, жара июль. Все как полагается. И на Камчатке также. Мы выходим на улицу, бывшую Казначейскую. Опять же, порт остается там, чуть в стороне. Здесь есть небольшой мемориал, рассказывающий о событиях весны и лета 1934 года. Сюда зашел тот самый ледокол Красин, который сопровождал спасенными в Арктике челюскинцами пароходы. И вот, собственно говоря, несколько месяцев оказывал помощь в благоустройстве города Петропавловска-Камчатского. Именно поэтому вот эта улица, Казначейская, тогда стала улицей Красинцев. И вот посмотрите, там чуть наверх по сопочке хорошо видны деревянные дома, которые здесь тоже сохранились. Вот такие интересные фасады в два этажа. Вот такие, посмотрите, оконные рамы по периметру черного цвета. Прекрасный совершенно дом постройки тоже начала 20 века. Я пока еще, слава богу, не тронутой пожарами, да, и вот можно себе представить, как выглядел город больше века назад. Никольскую сопку пока подниматься не будем, но, как вы понимаете, уже чуть налево-наверх. Мы там окажемся пока. Еще раз обратите внимание на эти постройки. И причем тут же, ровно через дорогу, уже привет Петропавловску из 21 века. Посмотрите, вот эти усиленные такими вертикальными блоками пятиэтажки. Это, конечно, притчевоязыцах в здешних краях. Так вот эти дома, построенные, ну, когда-то на время, решено было укрепить от землетрясений. Это сейсмоактивный регион, друзья, поэтому вот эти вертикальные штуковины, они нужны для того, чтобы дом просто не сложился, не развалился во время землетрясения. Совсем недавно тряханул у Петропавловск 5,6. Было землетрясение, это серьезно. Тут же рядом вот такие деревянные дома. Может быть, не в лучшей форме. Ну и, собственно говоря, сопки, сопки, сопки. Тут первое впечатление о городе. Мы же с вами сейчас посетим, пожалуй, один из самых интересных музеев Петропавловска. Отсюда нужно будет, правда, чуть проехать, но, поверьте, вам понравится. Мы сказали, что на гербе Камчатского края три вулкана. Пять вулканов можно увидеть с улиц города. Поэтому, мне кажется, пора, наконец, оказаться в музее, где про вулканы знают все. Мы поедем в Вулканариум. Музей Вулканариум находится далеко не в центре Петропавловска-Камчатского. Минут 5-7, наверное, на такси. Или, если не пугают вас пешеходные прогулки и подъем по ступенькам, по лесенкам, то можно и пройти пешочком сюда, до улицы Ключевской. Здесь, видите, еще в декоре ограды. Вас уже встречают вот эти вулканические мотивы. Сразу понятно, что здесь что-то этакое происходит. Так и есть. Вот именно здесь, посмотрите, тот самый вулканариум и находится. Музей, который открыт будет в 2017 году вулканологом, глицеологом и физиком Сергеем Самоленко, сегодня является одним из самых посещаемых в городе. И очень классно, что он интерактивный. Как раз рассказывает обо всех этих огнедышащих горах Камчатки и вообще о самых знаменитых вулканах планеты. Начну я неожиданно со второго этажа, где временные выставки музеи проводят. И вот это, конечно, потрясает. Посмотрите. Эта выставка называется «Вулканы и космос». Декабликуют, конечно, стекла, но я очень надеюсь, что вам хоть что-то видно, и вы, да, понимаете, о чем речь. То есть это фотографии знаменитых вулканов мира, которые сделаны с борта МКС. Олегом Артемьевым. Посмотрите. И вот вулканы Камчатки. Так их невозможно увидеть даже с борта вертолета. Да, так их можно увидеть только с Международной космической станции. И вот она, наша Авачинская бухта. Вот он как раз-таки вход в Петропавловск. И вот она, цепь домашних вулканов. Тут дальше показывать не буду, потому что, повторюсь, конечно, брикуют стекла. Эти выставка небольшая, но с нее как раз можно начать. Плюс очень неплохой визит-центр и отличное совершенно кафе с сувенирным магазином. Тоже, мне кажется, будет любопытно в такой магазин заглянуть всем любителям нестандартных сувениров. Вот она, похожая на рыбу Камчатка, а точнее, да, сам полуостров Камчатка. Камчатский край – это еще кусочек материка. А вот он здесь так чуть севернее. И вот то самое кафе с очень белыми и необычными сувенирами из Камчатского края. Здесь и книжки, здесь и одежда, здесь и шарфики. И здесь вот, например, есть такие свитчи в виде вулкана, которые совершенно точно могут быть неплохим подарком. Посмотрите, сам как раз Сергей Самойленко их и придумал. Они когда горят, то начинает лава потихонечку из них вытекать, и они хорошо смотрятся во время всего периода горения. Понятно, Камчатский мармелад, Камчатский ванчай, морсики. Ну, это такая пища, настоящая, что называется. Мы с вами для пищи духовной больше на Камчатку пролетаем, поэтому пойдем вниз на первый этаж смотреть экспозицию уникального музея. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Начинается экспозиция здесь от Адама. Начинается с того, как устроена наша Земля. И, собственно говоря, землетрясения и извержение вулканов – это те события, с которыми земляне сталкиваются последние уже несколько миллионов лет. И вот посмотрите, та самая Тихоокеанская плита здесь подныривает под плиту Североамериканскую и Евразийскую. И вот это вот огненное кольцо, его сейчас отлично видно, это, если хотите, границы как раз Тихого океана. И есть место, где происходит извержение вулканов и чаще всего землетрясения. Дело как раз в устройстве нашей матушки планеты. Здорово, что есть вот такой небольшой экран, где небольшой фильм транслируют. Точнее, не фильм, а просто, наверное, кадры того, как все это выглядит там изнутри. Во время извержения вулкана вылетают, в том числе, и вот такого размера бомбочки из кратера. Образуется, например, обсидиан, с которым мы с вами хорошо знакомы. Помните, да? Цивилизация майя и ацтеков была бы совсем иной, если бы не этот камушек. Ну и в том числе вулканическая порода, это пемза, посмотрите, которая на вообще три четверти из воздуха состоит. И такой камушек достаточно легко поднять. Чего не скажешь, например, про реалитовую лаву из вулкана Горелой, из кальдеры. Она была поднята, это очень тяжелый камушек. И, конечно, разнообразие, да, той породы, которая может вылететь из кратера, удивляет. Вот тут совершенно потрясающе, посмотрите, в лаву пятирублевая монетка попала, застыла. Тут есть и бомбочки, которые вылетают, тут есть и части, да, из которых состоит лава. Есть музеи и вот такая, посмотрите, модель, макет, если хотите. Это вулкан Ключевской, пожалуй, самая знаменитая сопка на Камчатке. Все то, что под землей зеленоватого цвета, дальше наземная его часть и вот такое огромное облако пепла. Ну и разные извержения. Конечно, самое интересное это извержение, эфузивное, это когда вот такая огненная река течет, стоящая краснющая лава. Бывает, что вулкан просто столб пепла или дыма выпускает. Есть и два слова здесь про то, как вулканы сами себя строят. Да, вот они, стравто, вулканы, так постепенно наращивая свой кратер. Вот они самовизуи как раз, такие довольно сложные постройки. Смотрите, какой красавец вулкан Крышедюнникова или наша с вами Авача. Ну, наша, потому что действительно Авачинские называют домашним, Петропавланский. Интересный интерактив. Вот тут можно, например, с вулканическим песком с Халактырского пляжа поиграться и действительно убедиться в том, что он примагничивается небольшим магнитом. А вот тут можно представить, как вулкан курит, как он те самые дымные кольца выпускает на поверхность. Вулканы настоящей фабрики облаков. Интересно, что есть жизнь на вулкане. Мы настолько с вами привыкли говорить, что вулкан – это что-то разрушительное, страшное. И силу вулканическую обычно связываем как раз с гибелью. А вполне может быть, что и жизнь на планете зародилась где-то рядом с вулканчиком. Есть так называемые термофильные водоросли. То есть те, кто себя неплохо чувствуют даже в горячей воде, которые могут расти вот просто там почти в каком-то химическом кипящем кипятке. Сложно себе это представить, но мы своими глазами в долине Гейзеров, когда были в кальдере Узона, видели как раз эти водоросли, вот эти вот зеленоватые натеки. Ну и посмотрите, да, отличный стенд жажда жизни. И на камнях растут деревья, и на остывшем вулкане может появляться, посмотрите, просто лес. А первые, кто появляются после извержения, это, конечно, лишайники. Классно устроены здесь еще такие редкие фотографии вулканов, которые извергаются и которые уже потухли. И вообще в сопровождении специалиста в этом одном зале можно смело провести полчаса. А соседний зал номер два целиком и полностью посвящен уже самому извержению. Мы с вами сейчас в настоящей копии лавовой пещеры. Здесь, во-первых, ту самую лаву, настоящую лаву, можно просто потрогать руками, увидеть, как она выглядит. Вот как она с одной стороны, там где отрывается уже эта застывшая корочка, выглядит. А вот она с другой стороны, уже такая чуть на воздухе обветренная. А вот теперь посмотрите, друзья, как здесь, пускай и на экране, но тем не менее, ярко, здорово и красиво выглядит лава. Извержение случилось, и из кратера рвется наружу тот самый жидкий базальт. Температура вот этих вот огненных рек сейчас около тысячи градусов по Цельсию. Может быть и тысяча сто, и тысяча двести. Видите, сверху вот эти темные серые пятнышки, корочки. На воздухе, понятное дело, чуть застывает как раз верхний слой, и они уже застывшие все равно горячей лавой продолжают стремляться вперед. Если мало ли, чуть останавливаются, образовывают что-то вроде пещеры как раз. Уже все испарения вышли, и вот внутри появляются полости, которые потом вот этими застывшими лаконическими пещерами могут служить. И они, конечно, крайне любопытны для ученых. Тут постепенно лава остывает, тут она еще совершенно горяченая, посмотрите, какая красивая. И, конечно, вот эти корки, вот они, вот они, вот они, застывшие вулканические корки. Извержение просто не закончилось, поэтому, видите, снизу подпирает еще лавы, и они продолжаются. Да, вот так, чтобы все это увидеть, узнать, понять. О, вот эта красота какая, смотрите. Для этого нужно прийти в Петропавловский вулканариум. Третий заключительный зал музея – это вопросы вулканологии. Это, в том числе, информация о том, как извержение вулканов и землетрясения можно предотвратить. Есть вот такие вот кадры страшных, жутких извержений, которые регулярно случаются на нашей планете. Ну и, конечно, космическая страница истории Камчатки. Еще Сергей Павлович Королев говорил, что территория полуострова очень похожа должна быть на лунную поверхность, поэтому вот эти испытания, например, луноходов в советские годы проводили именно здесь. А еще интересно, как себе представляли разные народы, разных божеств, да, которые могли руководить извержениями вулкана и которые отвечали за это дело. Вот такие фотографии прекрасных совершенно итальменов. Это коренной народ Камчатского края. Это в основном фотографии из их расчудесного алхалалалая, то есть праздника благотворения природе, когда нужно танцевать до упаду, а итальмены очень любят это делать. И вот под эти зажигательные ритмы девушки-этальменки танцуют и поют. По количеству интересных авторских фотографий музей, мне кажется, может дать фору многим другим частным музеям России. И вот как раз именно фотографии здесь посвящена последняя витрина. Это фотографии Русского географического общества почти с 100 летней давности. Вот так совершенно по-другому выглядел Авачинский. Посмотрите, застывшие базальтовые такие дорожки хорошо видны. Он в 20 веке еще несколько раз извергался, поэтому их сегодня мы не видим. Тут же мы видим, например, вот Ключевскую группу вулканов. Вулкан безымянный, здесь он самый левый. Он еще практически не разрушен, а сегодня уже в таком виде мы его не найдем. Вот так, друзья, три небольших, но очень интересных зала. Есть еще зал виртуальной реальности. Например, вот сейчас, правда, закрыт, но так при желании можно его себе позволить. И, собственно говоря, увидеть в 3D-очках извержение. Очень люблю я музеи, в которых можно еще что-то попробовать. Вот здесь, в нашем вулканариуме, нас еще и угощают настоящим камчатским иван-чаем и каким-то здешним местным вкусным вареньем. Вот так. Поэтому мы решили как раз наш визит в вулканариум завершить именно здесь. Будем, конечно, откровенны. Чашечкой иван-чая и ложечкой варенья как-то я не наелся. А после всех разговоров о вулканах немножко проголодался. Поэтому, друзья, прямо сейчас мы с вами отправляемся на рынок. На настоящий Петропавловский рыбный рынок, друзья, который, ну так, к сожалению, находится, может быть, не в самом ярком здании. Мне так кажется, что рыбный рынок в Петропавловске-Камчатском, он вообще достоин не какой-то непонятной пристройки к какому-то торговому центру, а просто отдельного дворца, знаете ли, с каким-нибудь монументальным входом, с каким-нибудь, не знаю, пластмассовым крабом, который бы размахивал своими клешнями. Мне кажется, это было бы уместно, потому что место важное. Перед рыночком, как видите, здесь можно вот, например, помидорчики и огурцы посмотреть. Вот, например, домашние 600 рублей. Но мы с вами, друзья, как вы понимаете, прилетели на Камчатку не за этим. Помидорчики – это хорошо, но мы идем за рыбой, мы идем за камчатским крабом, мы идем с вами пробовать икру ложками. Несмотря на то, что вы заходите в самый, что ни на есть, обыкновенный торговый центр, и вам кажется, что вы куда-то не туда попали, вы туда попали. Заходите, поворачиваете направо, и вот эта вот вроде бы скромная вывеска «рыба» на самом деле вам именно туда. Здесь как раз и находится святая святых Бедропавловско-Камчатского, друзья. Рыбный, роскошный, расчудесный, великолепный рынок. И чтобы глаза у вас не разбегались сразу и сильно, мы повернем сразу направо, мы повернем вот сюда, к нашей чудесной Любе. Люба, здравствуйте! Я подошел чуть раньше, уже икру попробовал, взял себе вот такую баночку, посмотрите, здесь классно. Можно купить себе, допустим, 50 грамм или 100, ну и потом, как полагается на Камчатке, икру прям вот ложками, прям вот так. Вот это кето, крупная. Читах, спасибо. Чуть не упало. И вот понимаете, вот как-то с этим надо справиться. Вот прям очень вкусно и здорово. Думаю, что после там недельного визита на Камчатку вы должны различать икру разных сортов. Можно, например, вот такие еще при сервой нерке попробовать тоже слабой соли, расчудесные. Прекрасная совершенно корюшка. Более того, это корюшка икрянка, и корюшка именно камчатская такая, с Дальнего Востока. Очень не похоже, согласитесь, на ту, к которой мы привыкли в Петербурге. Или вяленая камбала. Ах, вообще ж какова! Из тоже таких традиционных специалитетов камчатских, конечно, нерочка и чавыча. Вот такие пласты, вот такие балыки. Может быть для вас интересно будет угольное. В Петербурге тоже такое нет, посмотрите. То ли масляное, то ли палтус. Что-то, что-то среднее. Опять же, смотрите. Цены на лето 23-го года. То есть тысяча с небольшим за килограмм копченой рыбы. И, соответственно, 5-6 тысяч это килограмм икры. Икра свежайшая, икра развязная. Икра, которая, тем не менее, может специально легко долететь до Петербурга, до Москвы. Вот это пошел краб уже камчатский. Вы смотрите, какой немаленький рынок этот. Этот смело можно провести полчасика, гуляя вдоль как раз вот этих прилавков. Вот эти копченые балыки, ну посмотрите, как они бликуют просто, как они хорошие. Икру вот в таких огромных ведрах, по-другому не скажешь, квадратных, продают. Вот икра, да, может быть, как-то в последнее время для жителей Петропавловска-Камчатского это довольно дорогое удовольствие. Но я вам хочу сказать, что не всегда они приходят именно сюда. Все равно знают, где и как работают рыбаки. И многие там по объявлениям, да по телефону за икру приходят сюда. На рынок, конечно, захаживают москвичи-петербуржцы. Перед тем, как улетать, им все очень правильно упаковывают. А вот свеженькая рыбка, это уже другая история. Вот она, посмотрите, красавица. Вон к крабу давайте подойдем, вот они. Целиком такой краб в одну нормальную кастрюлю не поместится. Поэтому камчатский краб продается вот уже фалангами, такими клешнями. Вот он камчатский. Вот целый, видите, он огромный вообще, большущий. А если ваш краб помещается в кастрюлю, то это не камчатский, а краб-стригун. Вот он. Мы только что на борту нашего катера в бухте как раз-таки их и пробовали. Вот они, грибышки замороженные. Вот уже те самые крабы, которые можно везти с собой, мороженые. Креветки тоже большие. И понятно. Ну так плюс-минус повторяется ассортимент. По-моему, не показал я вам селедку. А вы же знаете, что селедка дело тонкое. Селедку мы с вами любим. И последний раз вот так на камеру селедку ели вместе с вами. Мы в Делфте, да, на севере Нидерландов. Есть, друзья, и на Камчатке селедка, которая считается эталонной просто. Это алюторская селедка. Посмотрите. Слабо соленая. Очень жирная, вкусная. Вот она. Это эталон селедочного мира. Захлебываюсь просто слюной, пока снимаю. Ну что делать вообще? Алюторский залив это северо-восток, получается, Камчатки. И вот как раз там-то ее ловят, и она там классная. Вот. То есть смотрите, здесь можно смело погулять. Наверное, полчасика, минусорок, прицениться. Все-все посмотреть, попробовать. Ну и потом себе набрать вкусных деликатесов, естественно. Но, как по мне, так мне кажется, нужны экскурсии по Петропавловску-Камчатскому начинать с этого рынка. Да, вот сначала все вот это вот тут вот надышаться этим, напробоваться, а потом дальше покорять достопримечательности. Если откровенно говорить о достопримечательностях Петропавловска-Камчатского, то, наверное, не так-то город ими и богат. Вот, например, вид столицы Камчатского края с высоты Никольской сопки. Кстати, ее смело к достопримечательностям можно отнести. Относительно недавно парк был реконструирован. Вот так выглядит небольшое панно, посвященное присоединению Камчатки к России. Вот они, те самые казаки, которые еще в конце 17 века вышли к этим берегам. Если спросить у местных жителей, а куда отправиться прогуляться, а что в Петропавловске нужно обязательно посмотреть, то, интересно, именно Никольская сопка будет чемпионом среди всех ответов. Поэтому и мы с вами отправляемся сюда. Вспомните и героическую оборону Петропавловска середины века 19-го. Увидеть современные инсталляции, посвященные истории города. Вот, например, первая и вторая Камчатские экспедиции Витуса Беринга. Посмотрите. Ну и, конечно, чуть полюбоваться Овачинской бухтой. Все это с высоты Никольской сопки возможно. С начала 19-го века Петропавловск-Камчатский становится обязательным местом, обязательным портом для захода русских кругосветных экспедиций. И вот Крузенштерн и Лисянский, чуть дальше Головнин. Дальше, посмотрите, вот такие, ну, чуть стилизованные, тем не менее, гербы, как Петропавловска-Камчатского, так и всего Камчатского края. Три сопки дымящихся. Дальше уже, видите, середина века 19-го, и даже фамилия Литки, основателя Русского географического общества. И, собственно говоря, небольшая площадка, где тоже очень стилизованы, классно выполнены Камчатские вулканы. Но вот те, которые рядом, домашние, их вообще пять, но три основных здесь представлены. Кальзельский, Корякский по краям, и Авачинская сопка в центре. Там чуть в глубине, конечно, Вилючинский, на другом берегу Авачинской бухты. Горелый видели мы из вертолета, когда летели в сторону Курильского озера. А вот Мутновская сопочка, видите? У ее подножия были мы и видели геотермальную электростанцию. Здесь стилизованный Авачинский залив. Сам вытянутый вдоль бухты Петропавловск-Камчатский на вот этой плитке. И, конечно, буквы, с которыми любят фотографироваться не только гости города, но и местные жители. Несколько информационных счетов, посвященных той самой обороне Петропавловска-Камчатского в ходе Крымской войны 54-го года. Несколько симпатичных лавочек, скамеечек. Все это еще неплохо подсвечено вечером, что тоже не может не радовать. Какие-то кустики-цветочки, что-то вроде газона. Все это в суровом климате не так-то просто вырасти. Вырастите, да? Вот тут уже про роль Петропавловска-Камчатского в годы Второй мировой войны. Мы с вами говорили, что важный порт для Ленд-Лиза будет Петропавловск. И вот, собственно говоря, фотографии тех памятников, которые напоминают нам о том, что это город воинской славы. Как мы и сказали, отсюда можно рассмотреть бухту. Ну, когда-то отсюда мы отправлялись на водную прогулку по заливу. Рыбу ловить и касаток высматривать. Вон здесь этот грузовой терминал, а вот там уже, собственно говоря, чуть за поворотом и за мысом Тихий океан. Поэтому ветерок, ветерок тут немножко поднимается. Но ничего, мы справляемся. Все-таки Никольская сопка находится на возвышении. Какое-то солнышко тут тоже есть. Не очень пока понимаю назначение вот этих вот конструкций, но вокруг них фонарики, наверное, симпатично вечером выглядят. И, по крайней мере, уж точно есть где погулять. Перепад высот тоже есть, но все чисто, симпатично, красиво, здорово. Выходим как раз на берег. Еще один памятник, памятник с пушкой на вершине. Памятник героям третьей батареи, лейтенанта Максутова. Вот приблизительно здесь как раз стояли их орудия. Орудия с двух кораблей, которые боролись с превосходящими силами англо-французской эскадры. Дело было в 1854-м. Собственно говоря, не сильно что изменилось с тех самых пор. Ну, в том смысле, что на старых фотографиях, например, конца 19-го, начала 20-го века легко узнаются как раз вот эти районы города. Собки, набережная, пушки, которые сегодня мемориала, а тогда были самые что-нибудь настоящие. Ну и даже величинская сопка, которая, к сожалению, сейчас за туманом, но вот там на противоположном берегу бухты. И вот она, роскошная и расчудесная овачинская губа. Город здесь, можно сказать, только-только начинается, а продолжается как раз берегом. Вот туда. Ох, прибой какой. Волна. Ну, что-то вроде пляжа даже внизу здесь у нас. Хотя, конечно, купаться здесь голову никому не придет. Вот, по крайней мере, сегодня. Ступеньки спускаются сюда, к небольшой площадочке. И здесь есть дальше вниз еще и спуск к воде. Очень стильно сделанный. На горизонте видите вы буксир, который как-то возвращается, видимо, после рабочей вахты. А вот здесь несколько пушек как раз напоминают о том, что батарея эта была действительно очень уязвима. И не случайно ее назвали смертельной. Только представьте, зашедшие вот сюда уже в залив вражеские корабли тогда, полтора века назад, стояли одним бортом сюда. Ну, и, собственно говоря, от залпов их пушек кроваться можно было только вот за такими земляными брустверами. Не успели сделать какие-то чуть более серьезные заграждения. Тогда во многом появление англо-французских кораблей здесь были. Здесь было неожиданности. Да, сегодня это военный мемориал, но это совершенно не зачеркивает его фантастического вида. Стоять вот здесь и любоваться бухтой, провожать или встречать корабли можно бесконечно. А можно, например, продолжить прогулку и чуть подняться еще наверх. На берегу здесь растет та самая Камчатская береза. Вроде бы хорошо знакомое нам дерево береза, но нет. Камчатский ее вид под вид, это, конечно, отдельная песня. Древесина очень твердая. Ее еще называют березой каменной. Можно сказать, что некоторые из этих деревьев, они были свидетелями обороны Петропавловска. Потому что им вполне может быть и полтора века. Здесь на подъеме вкусно запахло кофе. Можно и мороженое съесть или какие-нибудь молочные коктейли себе позволить. Очень мне понравилось, как здесь сделан, посмотрите, подъем для тех, кто с колясками. Вот такой срезанный бетон. Классно. Есть здесь и качели, где можно вот так здорово чуть отдохнуть после восхождения на сопку. Ну и классно, что есть смотровая площадка, где сейчас наша группа любуется Овачинской бухтой. Вот так. Здорово, что все благоустроено. Здорово, что ездят погулять. Да, горожан, согласитесь, это большое дело. Ездят прогуляться и тем, кто в город приехал на пару дней. А у подножия этой самой Никольской сопки мы уже спустились. Чуть с другой стороны от залива есть вот такая часовня, построенная как раз в память о погибших в августе 1854-го. И вот здесь в двух братских могилах, вот здесь слева от часовни под этим крестом, те, кто штурмовал город, а вот тут совсем рядом те, кто его защищал. И вот такая мемориальная часовня, вокруг которой как раз вот в конце августа каждый год и сегодня устраивают крестный ход. Чуть если спуститься вниз по направлению вот этих пушек, опять же участвующих в тех событиях, там чуть впереди можно найти современную статую Николая Чудотворца и небольшой сквер. Ну а вот мы уже спустились совсем-совсем. Машинки уезжают по улице Ленинской чуть в горку, а мы с вами у фасада Камчатского театра драмы и комедии. Знаете, наверное, один из самых необычных театральных фасадов из тех, что я видел в жизни. Вот встал как вкопанный, смотрю на него и не понимаю, какие чувства у меня это здание вызывает. Сейчас на лето приехал из Москвы театр ЦТРА под руководством Александра Калягина Петропавловской. Вот вы видите афиши предстоящих спектаклей. Через дорогу правительства Камчатского края, наверное, единственное здание города, которое выглядит свежо. Правда, окна открыты, как бойницы. Ну, вот так. Ну и чуть дальше улица Ленинская потихонечку втекает, впадает в площадь Ленина. Интересно, здесь еще совсем недавно продолжалось то самое Култучное озеро. Оно чуть дальше сегодня заканчивается. Вот эту отсыпку сделали, ну, вот буквально полвека назад. Получается, что в самом центре города видим мы большую автомобильную парковку. Не знаю, удобно ли это горожанам или нет, но вот это некая визитная карточка, что ли, Петропавловска. И вот здесь выставка японского автопрома конца 20 века. На все это несколько сурово смотрит Ленин. Он здесь вот такой, посмотрите, в развивающемся плаще. Поэтому то ли черный плащ, то ли Бэтмен называют его местные. Ну и сразу за ним, опять же, сопки, сопки, сопки. Горы, горы, горы. Мы сами понимаем, да, какой рельеф на Камчатке. И вот эта вот вся холмистость камчатская, она здесь в самом центре города никуда не девается. Ну и чуть два шага сделаем. Мы с вами ближе к центральной площади города. Вот такие вахтовки, кстати, полноприводные 6х6 в третьей городе. Это обычное дело. Неплохо работает и общественный транспорт, кстати говоря. Достаточно пунктуально приходят автобусики. Впереди в центре экрана вашего мишенная сопка. Еще одна, ну если хотите, и смотровая площадка, куда можно забраться и городом полюбоваться. И, конечно, часть такой городской панорамы, открыточной и хорошо узнаваемой. Сейчас чуть в центре Венятивы морской собор, построенный уже в 21 веке. Позолочены его аккуратненькие купола Венятивы. А чуть ближе к нам стела Петропавловску, городу воинской славы. Ну а центральная площадь, на которой мы с вами сейчас оказываемся, конечно, традиционное место для проведения разных мероприятий, концертов, парадов. Только что отгремел День ВМФ, и вот сейчас эко... Не вижу что. Экосистема. Видимо, какой-то фестиваль, посвященный экологическим проблемам. Может быть, Камчатки, может быть, России, может быть, мира. Вот под такой саундтрек будем завершать прогулку нашу, друзья. Это был Петропавловск, тот самый, который Камчатский. И здесь не всегда полночь. С вас нравишка и подписка. Прилетайте на Камчатку, берегите Камчатку. Посмотрите хотя бы раз в жизни Камчатку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Камчатки. Продолжение следует...